Ноябрьское утро 41-го было морозным и ветреным. На площади Куйбышева выстроились войска, а на трибуну поднялись первые люди страны. И сейчас мы вспомним, как это было. 82 года назад на главной площади города стояли части Красной Армии. 65-я и 239-я стрелковые дивизии, моряки краснознаменной Амурской флотилии. К авиационному показу готовились летчики. Тогда в ноябре 1941-го по площади маршировали и сразу уходили на фронт более 25 тысяч бойцов. И сегодня, спустя почти век, место победителей заняли их внуки и правнуки. Именно парад запасной столицы Куйбышеве был самым масштабным в стране. В нем приняли участие в общей сложности более 200 тысяч человек. Это и военнослужащие, которые прямо с площади отправлялись на фронт, и работники предприятий, которые обеспечивали победу в пилу, приближая ее к заводских станков. Парад памяти начался с исторической части. По традиции, первыми по площади в форме времен Великой Отечественной войны прошли студенты военно-учебного центра Самарского государственного технического университета. Вслед за пешим расчетом проехала восстановленная техника. Мотоциклы, машины, газ, бронеавтомобили и танки. Их предоставили частные коллекционеры, музеи, военно-патриотические и исторические клубы. «Правление направо! Шагом! Пусть!» После исторической части начали маршировать основные парадные группы. В этом году по площади строем прошли более 100 расчетов. Солдаты, сотрудники внутренних служб и кадеты, юно-армейцы, члены военно-патриотических клубов. С каждым годом география участников парада расширяется. В Самару приехали представители всех регионов Приволжского федерального округа и других субъектов России, в том числе города Снежное, Донецкой Народной Республики. Это один из самых молодых парадных расчетов в этом году. То, что мы помним и то, что эту память передается молодому поколению, не просто важно, а архиважно, особенно сейчас, вот в это время. Ребята должны понимать, в какой стране они живут, какая история этой страны и, конечно, беречь и хранить ее. Герои и подвиги. Эта тема стала центральной на параде в этом году. Однако специально созданный оргкомитет выбрал и еще одно направление патриотической акции «Учитель на войне». Посвятили тему 2023 году педагога и наставника. Сотни учителей-мужчин Куйбышевской области уходили на фронт добровольцами, поступками доказывая своим подопечным, что настоящий патриотизм – это не просто слова. Некоторые выпускники одного из профильного высшего учебного учреждения Куйбышева получили почетное звание Героя Советского Союза. У нас восемь героев Советского Союза. Один посмертно, это Петр Ганюшин, и семь человек, которые прошли всю войну. Это в основном артиллеристы и летчики, которые получили звание Героя Советского Союза. Завершился парад памяти, как и в 1941 году. Демонстрации трудящихся в колонне по площади прошли представители самых крупных промышленных предприятий Самарской области. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...